Так, ну что, ребята, всем большой привет. Сегодня у нас экстренное включение. Попался я против одного человечка, который играет на бруде. До этого он был на Лешем в прошлой. Ку. Леший. Короче, у нас с ним личностные счёты, так сказать. Как он признался, он сам бустер. Сейчас бустит аккаунт, а Мэнни говорит, там 9 тысяч. Ну не знаю, правда ли не правда, может обманул. Вот, прошлый, в общем-то, я у него выиграл, без проблем. Он в конце писал, жаловался на команду. Говорит, что Тима мусор, анрил с такими выиграть. В общем, я вдохновился. Решил поставить сразу запись на эту каточку. Надеюсь, то, что игра будет очень интересная, показательная. И буду прям стараться, стараться выиграть эту каточку. К тому же ещё пик для Магнуса очень противный. Герои максимально мерзкие. В пау выиграть, на самом деле, против Гули, против Тролля. Клинк, скорее всего, арщит соберёт. Бруда Блаторн сделает, наверное. Плюс ещё, Ливон, много контроля. Вообще, нужно много шмоток, чтобы здесь просолить. Надеюсь, то, что у меня получится это всё сделать. Желаю вам приятного просмотра. Против Бруды хочется хорошо поблочить пачку. Она, кстати, достаточно умный мув сделала. Поставила одну паутину. Причём не дефолтную, а такую, да, прошаренную. Специально поближе к нашему тавру. Чтобы иметь ещё пространство для блока. Ну, я, походу, гораздо лучше заблочил. Да, отлично получилось. Кайф. Машет-машет ручкой. Давайте тоже дадим питьюню. Будем стараться с Эмпауэром добивать как можно больше крипов. Если она даст такую опцию. Отлично. Этого получилось. Этого. Блин, у меня, к сожалению, нет этой настройки с лабораторием. Да, плотная брудка становится моделькой в крипа. Давайте просто её попробуем лисунюшку сломать. Что за дерево съесть? Она то ли отхилиться хотела, то ли просто меня закрыть, не знаю. В общем-то, успели съесть на реакцию. Ка-1, наверное, возьму. Честно, никогда раньше не стоял на Магнусе против Бруды. Ну, как будто на линию на старте Магнус может что-то противопоставить. Как будет дальше по игре, интересно. Ну, может, он, наверное, не самый плохой матчап. Я Магнус сам. Поэтому будем стараться развлекаться с Бруткой. Блин, как я этого крипа не добил? Вроде должен был. Ладно, это онлоки. Вообще, по билду буду уходить в быстрый боттл. Потом ПТ-шку попробую сделать. Потом уже гарпун. Попробовал я до этого поиграть с быстрым блинком. Мне что-то не особо понравилось. Мне всегда просто удается реализовать блинк. Гарпун более такая шмоточка на верочку. То есть тоже фарм потенциал больше. И всякие ништяки. Включая активку. Возможно, что ввести кого-то. Это очень приятно для меня лично. Но при этом иногда быстрый блинк тоже очень крутая тема. Не осуждаю. Так, ну чё, парни, тут темка одна есть. Рассказать вам, как на халяву забрать Рошана за 80 тысяч. Просто откройте новый бесплатный сундук на Дота Лот. Добивайте из него руны и поднимайте стопы игроков, откуда каждый день можно выиграть Арканы и даже того самого Рошана. Открывать кейс можно каждые 3 часа хоть целый день. Причём для доступа нужно всего лишь пройти первое задание из приключения, а именно подписаться на соцсети, где помимо всего каждый день проходит раздача топовых предметов. Более того, за прохождение приключения вы гарантированно получите 3 случайные Арканы. Доступ к 3 бесплатным ежедневным кейсам с рунами и мега сундук за 55 тысяч рублей в подарок, откуда вы гарантированно получите один из самых ценных предметов в Доте. А по моей ссылке в закрепе, вас уже ждут 2 бесплатных предмета за первое задание, плюс промокод с бонусом. Поторопись, пока оно бесплатно. Большая пачка скопилась? Как-то и подпробись. Ну а больно становится под её третьим. Урона так прям нормально. Третий в один возьму, может получше всё как-то отвести, если она поставится. Но пока очень аккуратно играет, в целом-то. Бутылка появляется? Супер, везём себя. Пойдёт руна по ходу контроля, да? Да. Всё ей не нравится. Не даёт спокойно поиграть. Ну, у бруды в паутине огромнейший капериген. Она просто почти фуловая стала. А я вот уже нет. Давайте попробуем отвести немножко. Ай-яй-яй, тычечку, тычечку бы ещё. Блин. Там тяжело, да, угнаться. По текстурам просто побежала. Вообще, грамотную брудку мне кажется, тяжело загнобить. Но попробуем. Попробуем. Ну, кстати, сейчас у неё ХП чё-то очень мало. Не успела, как будто, отрегениться. Я думаю, что себя качнуть. Либо второй, либо первый. Как будто первым я смогу её проще пробивать. Даже если не убью. Она будет на ЛОХП. Те, что можно попробовать в неё вкатиться. Получится? Она чувствует, чувствует. Прям виляет туда-сюда. Ладно. Попробовали? Пошло, не пошло. Ничего страшного. Соответственно. Амисы противные. Не дала мне знать Еринжа. Ладно, сейчас мне пока третий в КД. Боится пока с Аматору подходить. Понимает то, что я её скоро смогу увезти. Опа. Блин, хорошо. Хорошо подвес, но очень коротко. Я вроде дальше Ринжу ставил. Не знаю, почему. Почему так близко получилось. Но в целом норм. Сейчас будет ещё первый. Хватит. Питечку. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Просто идеально получилось. Супер. Я невероятно доволен. Курда немножко даже удивлена. Малинечко. Не, ну а чё? Правильно. Да, значит, на пятом себе решил взять Эмпавру 2. Просто, чтобы на будущем подмаксить. Обязательно его нужно иметь. Для того, чтобы убивать Паучков. Чтобы было как можно больше сплэша. Ну что, в принципе. Уверенно лынить. Чтобы было больше урона. Лучше кайсить. Денайть. Понятное дело, что подмаксами Бруды не всегда в это может удаваться. Но наше дело это стараться. Нужно ли там обязательно Ринжа за секьюрити первым? Хорошечно. Как-то фейкует всё там. Пытается что-то сделать. Вообще, если мне получится апнуть шестой раньше, чем она, я думаю, что смогу смогу её попробовать ещё разок убить. Сейчас пока нюансов особых нету. Науфу ловы особо не поставляются. Более аккуратно стал играть. Райс тоже максимально донайти. Подвести ещё. Хорошо. Подпробили, подвезли. А миссы, одни сплошные миссы. Надо замаксить, что ли, себе эти миссы? РПХ есть. С плюсов. И пока ультимейта не скоро предвидится. Пощения. Боится она подходить максимально, а просто сняется. Камень немножко первым расхарасим. Скоро ПТшка также будет. По фарму в целом всё хорошо. Плюс килл сделали разок. Очень приятно. Ой, Катапульта там заднайдить не хочет. Кату за что? А, заднайл всё-таки. Ну и ладно. Подходить на Кату не хотелось вообще. Всё, ПТшку себе везём. Чекнем рунку. Отлично. Руна с иллюзиями. РПХ всё ещё у нас есть. Нужно, чтобы Бруда как-то ошиблась в позиции. Подвышла. В идеале, конечно, под тавру её увезти. Но посмотрим. Либо, может, так, расхарасим. Попробуем что-то сообразить. Когда качаюсь, люблю ставить ПТшку на ловкость. Когда там, если какую-то кнопку нажать, стараюсь обудить. Тоже на интеллект. Ну и когда получаю по лицу, иногда профитнее ставить её на силу. Вообще, вот круто очень. ПТ работает на универсалах, потому что без разницы, на какой атрибут её ставишь, получаешь одинаково много урона. Но потенциально, когда ты именно, да, бьёшь героя, то ловкость выгоднее всего. А, бился у неё, кстати, шестой. Не получилось пока её как подцепить. Может, она борзеет чуть попозже? А, фармит себе пауков в стаке. А, противно. Она реально может меня, наверное, попробовать пробить, если сделать там стака 3-4 пауков. Или даже час может пробить. Надо выйти из-под тавора. Чтобы РП худать. Не знаю, хватит ли мне чего-то. Я очень мало урона. Мне хватает, не пробиваю её. Хотя бы убил пауков пачку. Или сколько там было? 2-3. В целом пойдёт. Но начинать не речься же. Боится. Каналу ХП, она же ещё замедляется. В сетке. И может так быстро, эффективно ёрзать. Как на фулл ХП. Не знаю, наверное... Можно пока за баунти рунами сходить. Надеюсь, там никто их не трогал. Отлично. Баунтоса на месте. Можно забузить будет пока цирклетки. Чтобы эффективно больше восстановить. Ну и надо бежать обратно на мид. Тут надо будет очень много шмоток. В этой игре. Чтобы всё получалось. Потому что... Как убивать вот этих героев, которые противников... Я пока не знаю. Нужно очень много слотов. Возможно, имеет смысл здесь даже манту попробовать собрать. Потому что у Бурды... Скоро будет орчит. Потом потенциально Блатторн. Плюс ещё Клинкс. Тоже, да? Который будет собирать. Либо орчит, либо потом ещё Еблатторн. Манта звучит прикольно. Снова она стакает. Очки пауков. Денает. Противное, противное. Давайте немножко попробуем пробить. Я не могу. Мясы. Просто мясы, ребята. Сплошные мясы. Не получается ничего сделать. Ладно. Пойдём тоже покачаемся. По фарму так, плюс-минус. Плюс-минус норм. Хотя, конечно, можно было и лучше. Можно было и больше. Но против Бурды тоже тяжело. Постоянно там третий спамит. Становится в крипов. Не самый приятный, наверное, герой. Опять, опять наглеит. У него ещё српэха будет через 3 секунды, если я выживу. Пожить, пожить, пожить. На! Блин, сейчас её отвезти можно будет, её. Иди-ка сюда, детка. Вот тебе конфетка. Розы на тоненького. На тоненького реально сыграли, ребята. Как обычно. Прямо сейчас вы обязаны просто поставить лайк. За то, что наказываю бустеры на бруде. Потому что это, знаете ли, милое дело. Ну, праведное, по крайней мере. На самом деле, очень приятный килл. Слишком много мне дал, позволил получить в этой игре. У меня 5000-ная творца уже на 9.30. Это безумно круто. Надо будет пока на базу сбегать. Небольшой сноубол у нас имеется. Скоро появится сабелька. И уже попроще будет тоже. Хотя бы пауков, наверное, смогу убивать. Более-менее быстро. А этого действительно хочется. Потому что по третьим они съедают. Пока что. Топорик можно продать. Абрутка уже вернулась. У него 8-й левел, она не сильно-то и проседает. По-прежнему. Хотя у меня скоро 10-й будет. Вижен себе тоже взяли. На будущее, на перспективу. Она еще... По-моему, мой спот начала подкачивать. Блин. Там они фидят. Решили мои тиммейты, начали фидить грудку. Не знаю, получится ее как-то... ...поцепить. Не, я в молоко дал первый. Там тяжело. На бруде очень большой МС. Она может просто раскатить. Здесь тяжело ее поймать. Ладно, мы хотя бы попробовали. Это ошибка, да? Людей. Многих, кто играет против бруды. Которые пытаются ее убить. Но если опытная брудка, она может... ...как-то, да? Раскатить тоже, попробовать. Натравить пауков. И потом выжить максимум из ситуации. Но это видно, что брудка такая... ...непростая. Непростая, в общем-то. Чувствуется. Все, докупаемся за сабельку. Дальше надо идти качать. Качать. Ца. Еще крингсу нельзя. Домиду. Хочу чуть... ...чуть-чуть побить. Хорошо. Пауков я шотнул, кстати. Из приятных новостей. Что, сабелька приехала? Не знаю, у меня РП-хо есть. Я бы, конечно, в идеале хотел как-то дать РП. Желательно по двоим. Не знаю, если получится сейчас как-то на третьем ехать. Блин. Нет, там не хватало рейджи. По крайней мере, мне так почувствовать не стало рисковать. А если одну брудку за РП-шить, есть шанс потом умереть. В процессе. Если не хватит урона. Блин, да уроды. Они толпой пришли, там Риона еще позвали. Хейтеры. Ладно, ничего, отомстим еще. Из минусов я потерял мид. Но яйца остались на месте. Поэтому не отчаиваемся. Пуджик у меня тут пришел по фарме чисто. Снимать кино. Да, брудка здесь Тора качает. Мои споты. Когда противно надо спеть убить. Чтобы она не закачала их. Потому что это мой фарм. Опытные брудки так делают. Они качаются не в сейф-зоне. Они качаются на вражеской части противника. Во-первых, их решает фарма. Во-вторых, гораздо ближе. Там, да, лайновая пачка. То есть они могут запушить. И почти сразу же дождаться новую. Пока фармят лесные кемпы. Очень удобный геймплей. Раньше тоже так играл. Когда-то очень давно. Когда затротил брудку. Но она была еще старая. Со старым ультимейтом. Сейчас она, конечно, по-другому ощущается совершенно. Раньше можно было ее в руку собрать. Через дефуз, БКБшку. Было очень сильно. Что-то хуятошивается. Хорошо, пачку забрали. Надо сразу. И телесок еще побить. Нужно как можно больше снову болиться по фарму у меня. Потому что. Таких героев тяжело убивать, которые у них в пиках. Кого-то ловить пока что тоже не хочется. Нужно просто качаться. Фарм наше все. Особенно на Магнусе. Я его, кстати, раньше никогда не любил. Особенно, да? Так, фармить. Ну, на Магнусе как-то вот полюбил. Все-таки за счет импауэра. Очень приятно это делать. Очень быстро можно отпушивать пачки. Ходить от компа к компу. На скивере, там на блинке еще. Ну, всякое такое. В общем-то, приятно. Захватило глазик. Так, я пойду, наверное, еще пока этот спот качну. Интересно, она успела закачать или нет? Да, она, походу, успела там закачать уже. На боте мы тоже страдаем. Игра максимально равная ощущается. Хоть по счету так и не скажешь пока что. Но в целом, уж потенциал у противников очень большой. Там и Кринкс, и Тролль. Да и Брутка тоже. Потенциально могут снести нас очень быстро. Поэтому нужно стараться сильно не ошибаться. Но при этом играть достаточно жадно. Но не так, чтобы, да, прям, сильно страдать. Да, у него, кстати, Орчет появился. Надо пауков сначала успеть убить. Быстренько. Отлично. Не хватило ее урона мне как-то пробить. Попробую вывести ее. РПХ у меня еще есть, но я вряд ли смогу ее пробить. Ага, сразу Кринкс тут уже. Да блин. Да чего вам надо, сволочь, а? Блин, ах. Крутка тут еще за мной. За мной хочет. Орчит специально. Зелана кинула. Хорошо. Смогли ее с командой забить. Приятно. Приятно. Мне еще повезло, на самом деле, то, что Магнус достаточно такой плотный герой. То есть его тяжело, наверное, заберсить. На такой стадии. Все-таки у меня 2000 хп. Как будто из куста. Ну да, понятно, есть... Карпунчик. Но все-таки... Герои достаточно живо намощаются. Вот этот стак они еще сделали. Это мне. У меня хпшек очень мало. Надо, на самом деле, забрать так, да и как-то валить отсюда. Значит, могут возникнуть анлаки. Какой-нибудь Крингс, наверное, в инвизи может прийти меня отпинать. Срочно уходим. А, лучше даже на тпшке, наверное. Страшно реально, что Крингс меня заскаутит. Они там уже собрались. Брутка. Гуля. Попробую выйти в быструю манту здесь. В этой игре. На Яшу почти хватает нам уже. Опять же, да, из-за арчидов. Из-за всякой этой гадости. БКБ хоть не хочется делать, потому что БКБ сейчас очень долго кдшится. 95 секунд, по-моему. Манта мне нравится больше. Плюс, опять же, хорошие статы. Так как Магнус герой универсальный. Думаю, что будет круто. Быстренько заберзтили пачку. И сразу же уходим дальше качаться. Да, блин, она опять закачала этот кемп. Сволочь. Ладно, сейчас дождемся новость так. Главное, чтобы ей не досталось. Прям потно, потно, очаю. Потная будет игра. Ну, если я ее выиграю, ребята, это будет очень приятно. Вот бывают игры, знаете, которые вот играешь и как будто пофигу. А бывают игры, в которых прям просыпается азарт. В которых есть желание, мотивация победить. Выложиться. Что-то такое придумать, сообразить. Нестандартное, нетипичное. Вот это как раз одна из этих игр. А брутка опять там снова болится. Да, блин. Вы можете не фидить, мужики. Зачем они там играют в той зоне? Нас не сказать, чтобы такие герои, да, прям, что идти там ПГД их убивать. Их пик. Я фидит и фидит. Ладно, не буду никак с командой коммуницировать. Пускай это будет на их совести. Моя главная задумка здесь попробовать именно, ну, своими силами все это дело высорить без колов, без всякого такого. По-честному, на мужика, так сказать. Кусочек от манты везем в себя. Ну, тоже, кстати, дает достаточное количество атрибутов, по-моему, плюс шесть. Можно будет заменить цирклетку. Принципи-то. Поменял шило на мыло. И ладно, можно и бутылку тоже скипнуть, пока у меня фулл-рессы. Нету смысла. Так, талантик возьмем, блин, 10 атрибутов, наверное. Мне он очень нравится. Если получается какие-то крутые рпхи давать, особенно толпу, очень сильно работает. О, чё, чё, чё это? Чё это за наглость такая была? Ну, кстати, очень быстро я сбрил пауков. Всё-таки урон... Урон есть. Урон имеется. Можно было бы здесь попробовать собрать блинг после гарпуна. Я прекрасно понимаю, что если я соберу блинг, то мне просто не дадут ни одну кнопку нажать. Либо клинкс, либо бруда. Поэтому манта здесь приоритет. Номер один. Ну, блинг, блинг нам, опять же, да, не даёт какой-то опции, кроме мобильности. Здесь в целом это не супер критично. Здесь нам важнее выживаемость, урон. Потенциальное. Как-то, может быть, себя фокус снять потенциально тоже. В общем-то, по максимуму снова болимся. Пробуем. Сейчас ещё манта подъедет. И будет вообще красота. Суперман-то есть. Хотелось бы попробовать её реализовать. Дальше хочу попробовать выйти в Дейдалус. То в случае, если получится кого-то зерпешить, чтобы хватило урона. 100%. Пока. Я боюсь крикнуть по брудке. Вдруг паука какого-то подцеплю. Очень тяжело, когда она... О, ну-ка, сейчас. Мне не хватило. А сейчас? Хочу попробовать её выделить. Тяжело просто. Поиск мне скликнуть в паука. Очень много юнитов. По-моему, да, есть там настройки с лабораторией, но... Так. О, хорошо. Получилось. Сразу рпху не жалею. Нужно её убить. Очень вряд ли представится. Такая возможность в ближайшее время. О, здесь кликс подо мной. А, они тут все вместе опять. Да ё-моё. Ой, уроды. Я манту рану очень отдам. Пу-ру, фейкануть иллюзии. Но они что-то вообще не ведутся. Вы что, парни? Вы что? Вы что такие путные? Сволочи. Ладно. Чего страшного. Зато убили брутку. Всё равно было очень приятно. Начинать на тюрьму на экспы. 21 минута. Отлично. Осталась рунка. У меня на самом деле всё очень круто. По экспириенсу. Почти 18 левел есть. Хочется последующий рп попытаться добить его. Рпха будет ещё подольше. Больше килл потенциала станет у нас. На всех случаев дасты возьму на будущее. Если вдруг Кринза какого-то подцепить. Пуш что-то недоволен. Но они просто очень много фиддят противников. Здесь нужно как-то аккуратнее играть. Они там постоянно с ними дерутся. Дают рудья как раз, да? Шмотки. Потенциал на выигрыш этой игры. Блин, парни, перестаньте, пожалуйста, фиддить. Пока они все на миду. Я хочу пофармить здесь у них в вашем лесу. Я понимаю, что кроме меня эту игру точно никто не выиграет. Нужно играть максимально на себя, на свой фарм. На свой кач. В конце концов. Пока их на мини-карте не видно, не ли он и есть. Я боюсь, что они могут на меня толпой выйти. Попробую профармить еще верхние компы. Посмотрим, будут ли какие-то передвижения. Будут ли они дефать. Прилетать на этот тавер. А гуля там показался. Я от греха подальше лучше улечу на бот. Ай, бруда тоже там пришла. Отлично. Вовремя улетел. Также кристалис появляется у нас. Везу его себе. Даже сам по себе голый кристалис тоже дает очень приятный бонус. В случае, если крит падает. Рокает. Что за пауза? Что там такое? А, брутка ревнула. А, противно на самом деле ждать. Когда игры еще такие, да? Ну не самые благоприятные в целом. Еще ждать их. А, пускай они там развлекаются друг с другом. Что дальше, фармим? Кристалис есть. Скоро и доедалос появятся. На самом деле очень хорошие тайминги. Так-то, если подумать. Но мне нужно еще больше. Нужно больше. Тролля только 15-ый. Шмоток мало. Молнии зачем-то собрал. Не знаю, собирается ли кто-то так или нет. На тролля обычно делают бф. Но сопротивляться не будем. Стираемся не жалеть кнопки на то, чтобы менять позицию. Блинка у меня нету. Поэтому просто по КД можно нажимать скивер. Что, преодолевать какие-то крифы? Руны инвизы есть? Могу ли я помочь им как-то? В идеале, конечно, поймать двоих в РП. Попробую сейчас брудку пригорпунить. Вместе. Блин, ничуть не хватило рейнджи. Прям самую капельку. Было бы круто, если получилось скринза еще забрать. ПТРП. Сразу-сразу испугался. Ну, меня супер тяжело пробить. Прям ужасно тяжело. Да, сможет, успею. Блин, он очень далеко. Надо было раньше нажать. Что-то я задумался в моменте. Но ничего. В целом убили брудку, убили леона. Это круто. 20-й левел, офигеть себе. Ничего себе. Так сказать. Реально, левел у нас очень хороший. И фарм тоже. Блин, гули еще. Я ничего не смогу на срочи ТПЛ делать. Помашем ручкой нашему другу. Он почти меня пробил. Ну, гули такой, да. Герой, как бы, который любит жирные цели. И в целом и есть. Та самая жирная цель, да? Магнус. У которого 3000 хп почти. Он меня просто пассивкой съедает. И лайфстилится. Поэтому просто так с ним размениться я не могу. Мне нужно еще больше слотов, чтобы я его перебивал. Либо хороший РПХ. Чтобы его тоже подцепить. Круто получилось то, что я не умер там. Пробуем дальше выйти в Дейдалос. Качаемся. Рошу МВ. Не, мы... Мы на мужика. Мы без Рошаны. Хотя, наверное, мило смысл бы. Если так. Мне пока нужно докачать Дейдалос. Нужно больше урона. Нужно больше золота. Нужно построить декурат. Кто понял, тот понял. Я хоть в первую доту не играл, но люблю всякие вот эти фразочки. Иногда они у меня как-то просто в голове витают. Вроде неплохо они подрались. Забрали брудку. Молодцы. Я тем временем дофармил себя Дейдалос. Без проблем. Мы реально круто подрались. Молодцы. Впервые. Впервые за долгое время темы это смогли. Что-то там нормально, красиво сделать. Хотя герои у нас тоже противные. Тоже самый Вич Доктор. Я вот ненавижу против Вич Докторов играть. Если честно. Настолько герои прям, да? Сильные. Причем не в умелых руках, а просто нужно нажать три кнопки и... Зачастую этого хватает. Даже думать не нужно. Вон, возьмем себе, наверное, Егу. Раз уж такое дело. Я вообще тут мимо проходил, но в целом не прочь. Все. Думаю, теперь можно дальше Блинк попробовать сделать. Потому что дальше уже нужна будет позиция. Если получится дать хорошую РП, урона уже хватит. Верим, надеемся. К Аегу есть, могу попушить. Не боюсь умереть. То есть поставится. Обычно, кто берет Аегу, тот и идет ломать. Самый первый. В этой игре эту роль буду исполнять я. Ну, я достаточно жирный. Ну, куда-то Абадон полетел. Я хотел на три заходить. Ой. Спасибо Леончику. Блин, они со всех щелей. Смотрите. Там Клинк, здесь Бруда. А как, а че? Там Гуля. Они просто раскайтили моих тиммейтов. Да вы че, парни? Что ж так делает? Пока один отвернулся, другого убили. Третий нагнулся, его это... Ну, короче. Брутка не получается тоже, да, поймать. Ну, там Вижен у них стоит. Они не могут снять Вижен. Здесь все равно Клинкс. Ой-ой-ой-ой. А Клинкс тут-то неприятно, ребята. Ему вообще прям неприятно. Отлично, Блинк есть. Заказывай себе Блинк. Абадон на последних силах как-то живет. Кстати, Гуля от него умер. Кем-то чудом, я не знаю как. Там еще тролль нам бот ломает. Просто жесть происходит. Ну, ладно, я пока что с Аегой. Сейчас еще Блинк будет. Особо не боюсь. А тиммейты попадали как домики. Карточные. В целом-то. Хотя Бадон достаточно живучий. Это, по-моему, мой керри. К слову. Гадость какая-то. Безвиженный бегать. Согласен. Так, а что безвиженный там вообще делать? Погнали за Шардом. А с Шардом точно впадал? Такая еще можно покачаться. Нам в идеале собраться вместе. Пока Аега есть. Что-то поделать на карте. Толпой. И Таралку, наверное, возьму. Я не знаю. Давайте, наверное, огур силы тотем. Сила мне очень нравится как доп. мобильность. Можно поворотить и подвыйти будет, если какой-нибудь Гуля попьется. Либо если Клинк замедлит. Такие не торчат. Торо можно выйти. Очень крутая шмотка. Как альтернатива форсика. И, кстати, кто не знал, форсик обычный. Типа, если кинуть нулик, он не работает. То есть там форсует буквально на миллиметр. А эта нейтралка, ее нуликом нельзя закрыть. Типа, она так же работает. Одинаково. Так что стараюсь чаще брать огур сил тотем. Особенно если на Магнуса. Очень даже нравится. Дальше попробуем сделать кираса себе. кираса даст еще больше выживаемости нам и команде. И так же при пуши будет очень круто. И говоря про урон и атака спид. В общем-то мастхеджит свои деньги. Можно, наверное, будет медок пойти. Покачать. Отпушить. Большая пачка пришла. И еще следующую. Скупим гиперсонов сразу. Не из минусов, пока действует аэго нет слота. Чтобы заменить его. Поэтому пока просто в бакпаке подношу. ПТ-шку точно не хочется менять. Так, так, так. Тут бы я подрался уже. Троля сюда. А по-моему, придется РП подавать. Чтобы он меня не убил. Чисто защитная такая РП-ха получилась. Но главное, что убили. Это самое главное. А самый большой минус тоже, да, играть против Троля на Магнусе. Зачастую приходится либо драйвить РП-ха, когда он нажимает ульту. Либо пытаться инициировать него сразу. Пытаться убить за РП. Потому что если он нажимает ультимейт, перебить его невозможно на Магнусе. Да и выжить как-то. Сейчас у него хотя бы немного слотов есть. Там еще ТП-шка летит. Осталось добить только плитку. И Кираса будет готова. У меня с плюсов 25-й почти готов. На 25-м возьмем Талантик левый на зрительность РП. 0,8 секунд. 0,8. Ну хоть и милошь все равно, но приятно. А врумлеончика вывести? Да блин! Как ты это делаешь? Чёрт, как гений. Так ладно, у нас мант есть. Хорошо. Кринкзап по голове. Левончика. Капец ему больно. Не, ну реально. А, тут надо выйти, наверное. Курьера попробовать. Я не достаю. А, да, я на ТП-шке полетел. Всем пока, парни. У меня эго очень таймингов закончилась. Если бы я там умер, было бы очень обидно. Вообще нельзя умирать. Рецептик взял, всё взял. Сейчас докупим Кирасу скоро. Скажем нашим тиммейтам, чтобы они пробовали отступать. Потому что без меня могут подставиться. Они, по-моему, не намерены отступать вообще. Ну и ладно. Дальше буду пробовать выходить в бабочку. Скорее всего, за место ботинка. Логика тут следующая. А у противников три героя, которые бьют с руки. Это 2 на 4. Хорошо, 4 героя. И лишние месы будут не лишние. Учитывая то, что да, если я Блаттор могу скинуть, сразу после этого меня не так просто пробить с руки. Никто МКБ у них не собирает. Это очень круто. В этом будет наша сила. Против Гули. Против Брутки. Против Клинза. Против Тролля. С Мором пожить хотя бы. Дальше пока попробуйте посплитить. Покачать. Бабочка в целом тоже скоро будет. Вообще не так часто ее хочется брать, но конкретно в этом в этом драфте это прям очень очень сильная шмотка. Они там вместе все уже пушат. Конечно, могу попробовать. к ним прилететь. Мне хочется пока еще максимально толкнуть линию. Зафармить здесь пачку. Если они останутся, то можно будет что-то придумать. Так, а что там бруда? В наглую там стоит пушит просто. Или что? Попробуйте ее поймать. Мне на самом деле РП-ху не жалко для таких целей. Отлично. Смогли застрапить. Хотя, в принципе, наверное, Сулу мог убить. Второй без Пуджа. Ну, на верочку. А то вдруг кто-то пошло бы не по плану. В целом, кайф. Очень приятно. 70 секунд еще не будет. Можно немножко подышать спокойно. И не только мне, но и моим тиммейтам. В целом-то. И уже большая часть от бабочки есть. 3000. Еще немножко осталось накопить. Я думаю, с бабочкой мы сможем закончить эту игру. Как линкза. А чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не хватило рейнджи. Возможно, я блинканулся слишком далеко по радиусу. Ничего, потому что я обычно на квиккастах играю. Так, на ощупь. Больше. Гулю. Хорошо, не успел среагировать. Идеально Пуджа получилось вывести. Сразу его съел. Кайф. Немножко лимончика подержать. Отлично, есть блинк. Пару тычек готово. Сразу пуржем не боимся. Нейтралка. Опа. Хорошо. Клинкса тоже засолили. Идеально. 27 левел, офигеть. На 35. Но я очень большой, правда. Можно уже покупать запчасти под бабочку, я думаю. В целом-то. А творчества у меня очень много. 30 тысяч просто. Просто 30 тысяч, ребята, на 35. Как вам такое? Почти 1000 гпм. Почти что-то еще. Немножко поломаем пока. И брудку. Брудку сюда. Мы с Пуджом немножко не скооперировались из минусов. Он прыгнул, как только я увез бруду. На целом пофигу. Можем просто пока ломать. Еще дальше. Бабочка летит у нас. Надо будет слапнуть с ПТшкой. Блин, но они все сейчас рессуются. Немножко опасно. Можно попробовать РП худать. Мне нужна позиция. Иначе если мне собьют блинк, будет очень обидно. Опа, Леончик. Хорошо, я немножко отъехал. Вот Гулю можно побить. Куда он делся? Он просто залез. Она пофигу, РП хамутраля. Не боимся, деремся, деремся. С брудкой. До конца. На мужика. Бабочка работает. Бабочка работает, парни. Где-то еще Гуля. Гулю, Гулю, Тора хочу. Давай, брат. Раз на раз. На мужика. Опа. Хорошо. Я прям идеально чувствовал, что мне должно хватить здоровья, чтобы его добить. Прям на грани было. Опять на тоненького. Так, что, нейтралочка есть у нас? Что-то интересное. Интересное. Не знаю, мне пока очень нравится Угрсил тотем. На самом деле. Рольфинг, знаешь, что вывести? Иди-ка сюда, братик. О! Отлично. Сразу мне накинул еще этот Орчет. Или Блатторн. Противный, малый. Ладно, надо уходить. Они два баев топили. Надо уходить. Вешеный кабан. Вешеный кабан. Это Никита. Я не знаков. Это знать надо. Наверное, можно попробовать слапнуть уже какой-нибудь Ниндегир можно взять? чтобы чисто были смока. Или Ниндегир взять. Я Ниндегир хочу для позиции. Если смогу, опять же, пока меня не видят хорошую позицию занять для РП, сможем, опять же, выиграть любой файт. Дальше будем мапать Блинк. Хочу зеленый сделать. Потому что больше слотов у меня нету, чтобы еще чего-то, да, улучшить. Только Блинк осталось. Можно было Моншард, конечно, сделать, но Моншард не хочется. Зеленый Блинк всяко поинтереснее. Убрутки БКБ, если я это знаю, она, скорее всего, прожмет, если я буду вывозить, пробовать. Я просто потерял БКБшку. Отлично, можно пока немножко перегруппироваться. Хотя, в целом, я могу просто РПХу не выдавить по рофлу, потому что там тролль, троллег убил, хотя просто ее так убьем. У меня есть минусы два еще есть, оказывается, но это ладно. А то у меня есть руна щита, меня очень тяжело пробить. Чего тебе надо, брат, че надо? Иди сюда. Иди сюда, мой хороший. Блин, убегает, сволочь, в трон. В трон убежала. Там троллер взлетился. Значит, аегает. бруску убьем быстренько. Тролль пока там борется. Отлично, первый раз убили. Надо Крингза, Крингза срочно. Да хватит, Арчиды. Иди сюда, Крингс. За две тычки просто. Так, и теперь нашим надо помочь. Тролль Гуля. Парни, я вас всех так очень сильно люблю. Дайте вас убью, пожалуйста. Хорошо. Забрали тролля. Гуля остался последний. Хорошо. Трипл килл легчайший просто. Блин, пока, грудка. Все, идеально получилось. Просто идеально. Такая вот интересная игра получилась, не самая простая, наверное. Но если она вам понравилась, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и писать какие-то интересные комментарии. До новых встреч, мои дорогие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова